Здоровое питание – здоровый ребенок. Чтобы пища приносила пользу, еда должна быть сбалансированной, полезной и, конечно же, вкусной. А когда дело касается детей, то здоровая пища – вопрос особенно актуальный. Ведь то, что входит в рацион питания малыша, может отразиться на здоровье ребенка в будущем, влияя на рост, общее развитие и настроение. А по мнению специалистов, то, что ребенок ест на завтрак, особенно важно, так как ему требуется много энергии для того, чтобы учиться и играть. В связи с этим управлением образования города Сухум совместно с диетологами для детских садов в столице было разработано новое меню. Из рациона частично исключили молоко. Теперь по утрам в разные дни растущему организму предлагают кашу на воде с сухофруктами, вареное яйцо с огурцом, а три раза в неделю белый хлеб меняют на кукурузный. Такое меню обуславливается тем, что завтрак содержит нужное количество калорий и витаминов для растущего организма. В городе Сухум 13 детских садов. Для того, чтобы узнать, как дети воспринимают такое нововведение, наша съемочная группа побывала в двух из них. Детский сад «Улыбка» посещают немало малышей. И как отмечает заведующая дошкольным учреждением Альдона Амичба, вопрос здорового питания всегда актуален. Безусловно, это связано со здоровьем детей, с их правильным пищевым поведением питания, с их общим развитием здоровья, чем мы и занимались всегда и в дальнейшем будем заниматься. Я лично, как заведующая, я очень рада, что наконец-то появились вот такие вот нововведения, которые очень полезны детям. И пусть никто из родителей не думает, что это дешевле или это экономия. Уверяю вас, что здесь экономии никакой нет. Здесь даже дороже, чем обычные завтраки, которые мы применяли. В детском саду Алашара также были внесены изменения в меню. По словам заведующей Мадины Тужба, это не вызвало никаких возмущений и недовольств со стороны родителей. Дети очень хорошо восприняли этот кукурузный хлеб. Он очень вкусный. И мы попробовали чуточку меда, едированная соль на сыворотке и без дрожжевой хлебом. Я считаю, что этот хлеб очень полезен. Ко мне ни один родитель не подходил, пока никаких у нас разногласий нет. Дети у нас никогда голодные не бывают. У нас очень многообразное меню. У нас блюдо не повторяется. Пять дней в неделю кушают дети разную пищу. Решение изменить меню детских садов Сухума было принято не сразу и долго разрабатывалось совместно со специалистами, говорит начальник управления образования столицы Людмила Адлиба. Изменения в меню были внесены с понедельника 3 июня. Это пока только пробный проект. Если малыши воспримут такое полезное питание, то меню будет утверждено официально и введено во всех детских садах. Для нас, для всех, самое главное – воспитать детей здоровыми, чтобы они, находясь 10,5 часов в детском садике, получили сбалансированное питание. Оно необходимо для наших детей. Исходя из этого, решили внести кое-какие изменения. Это посоветовавшись с врачами-диетологами. По словам специалистов, в последнее время в мире наблюдается так называемая эпидемия заболевания с сахарным диабетом, болезнями поджелудочной железы, лишним весом и другими проблемами со здоровьем уже в подростковом возрасте. И, конечно же, здоровье человека напрямую зависит от правильного питания. А в данном случае в детских садах столицы основной акцент делался на уменьшении употребления количества сахара, который пагубно влияет на здоровье. По словам специалиста-гастроэнтеролога Элиты Шака, сейчас очень сложно найти продукт, в котором бы не содержался сахар или хотя бы малое его количество. Я сама ориентируюсь только на международные рекомендации, в первую очередь, это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Акцент делается на избыточное употребление сахара и на избыточное употребление молочных продуктов и глютена. Уже доказано много очень исследований международного уровня, которые показывают, как чрезмерное употребление. Мы не говорим о том, что это нужно убирать совсем. Хотя, если спросить меня, я считаю, что сахар это то, что надо убирать совсем. Что касается молочных продуктов и глютена, это может быть ограничено, если нет каких-то других показаний, чтобы это убирать по состоянию здоровья. Доказано влияние этих продуктов на здоровье наших детей. Все, что мы делаем, мы делаем только для детей. То есть мы никому навредить не хотим. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети в будущем были здоровы. Чтобы в 40 лет они не приходили уже с букетом каких-то заболеваний. А все эти заболевания ими заработаны уже с детского возраста. Многие, конечно, воспринимают это в штыки. Но мне кажется, что мы должны понимать, что здоровье человека, то есть пока мы это не поймем, что здоровье человека зависит от его питания. Напрямую от питания, от физической активности. На следующей неделе по вопросу изменений в меню дошкольных учреждений столицы будет проведено собрание совместно с родителями, врачами и представителями отдела образования. На котором и будет принято решение об официальном утверждении полезного меню.